Слово «сустав» – что означает в русском языке? Что называется суставом? У нас масса самых разных чтений. Какая часть называется суставом? Так, внимание ко всем вопросам. Кто может сказать? Так, какая часть тела у человека, у любого другого живого существа, называется суставом? Остальные что, не понимают? Моя, прошу. Место соединения ящических костей. Подвижные, не подвижные? Подвижные. Подвижные. То есть это место подвижного соединения костей. Так, может ли сустав занимать вот такую площадку, как вы показали, что вот этот сустав? Покажите. Точку, которая расположена в тазобедренном суставе. Опять вы рисуете длинную линию. Не бывает вставок, как ли. Так, сейчас подождите. Не понимаете, попробую. Я одну скуму. Будьте добры. Смотрите, вот на эту цепку. Он может согнуться в любой точке линии. Нет. Я взял, согнул, разогнул. Если вот это кость и вот это кость, то как назвать вот этот троек цепку? Вот это сустав. Вот это сустав. То место, где подвижно связаны два неподвижных скелетных элемента. Вот это сустав. Можно ли суставом называть вот это? Нет. Можно было бы в одном единственном случае. Если бы я мог вот так вот взять и согнуть. А он согнется? Нет. В этом месте... Он назывался бы другим словом. Каким словом русского языка? Сломать. Знаете, ломать не строят. Ломать дело не хитро. Так? Так что сустав всегда занимает определенное положение. Он не может быть глиной скелетный элемент. Будьте добры у себя на схеме. Покажите положение тазобедренного. Тазобедренного сустава. Где? Опять. То есть тазобедренного сустава вот так вот идет, да? Классно. Слушайте, это гениально. Смотри, что нам предлагают. Итак. Нам предлагают следующую конструкцию, да? Нет, ну я все ее бы не решаю. Это не важно. Значит, ну, во-первых, первое я предлагаю. Первое предложение, что тазобедренного сустава – это все вот это. Второе предложение, что тазобедренного сустава – вот здесь. Вот здесь синеньким рисуют. Вопрос. Представьте себе, как бы двигалось тело человека, если бы тазобедренного сустава стоял здесь. Как бы вы видели ваше движение? Очень хорошо. А губа ушла, ну как? Нет, ну прежде всего, вы в этом месте ногой пошевелить категорически бы не могли. Потому что если здесь нет встава, в точке срастания таза, бедро, то дальше вы бы ходить могли только вот так. Почему? А потому что вы не могли бы сделать вот эти движения. При движении бедра относительно турища. У вас вот в этом месте кость должна проворачиваться? Да. Кость должна проворачиваться? Бедренная кость относительно так же. Как будет называться вот эта точка? Вот она. Как она называется? Тазобедренный сустав. Вот это и есть тазобедренный сустав. Сколько у вас ног? Две. Две. Это значит, сколько у вас тазобедренных суставов? Два, левый и правый. Вот один тазобедренный, вот второй тазобедренный. Это понятно? А вот эта часть, внимание, розовым штрихом, как называется вот эта скелетная часть тела человека? Таза. Это тазовые кости. Тазовые кости неподвижны к чему при развитии. Совершенно неподвижны к проразвитию. А позвоночнику? К позвоночнику. Как называется вот этот отдел позвоночника, который неподвижно следил стажем? Стаж вот. Нет, неверно. Ну, химия свое есть, тазовое дело. Тазобедренный. Неверно. Что за тазобедренный? Крестцовый. Крестцовый. Это же такое дело. Что? Крестцовый отдел позвоночника. Позвонки крестцового отдела неподвижно переросли к подвиждочным костям таза. Да? А дальше? А дальше вот в позвонков идет подвижное соединение. Да? Вот. Дальше вот. Пожалуйста, вот человек, который, конечно, пляшет, бежит, сражает, любит или занимается чем-нибудь еще. Совершенно не важно. Бог тела. Значит. Но форма этого тела чем определенна? Определено скелетом, который внутри тела. Скелет вставляет каркас, на который все остальное надето. Так что мы не случайно с вами возились с детальными скелетами. Не случайно возились с пропорцией. Да. Так. Во. Ну, на самом деле, еще немножко побольше полу. Но теперь можете попробовать. Одевайте это хозяйство. Плочья. Володя. Так, вот теперь на конец. Да. Давайте пробуйте одеть плочья.